Офис компании «Новотек» напоминает саму компанию. Монументальное здание выросло быстро на пустом месте, как в своё время и сам «Новотек», основанный на руинах советского треста, который почти лопнул, и бесперспективных нефтегазовых месторождений, которые забросили вместе с геологами, которые их открывали. 20 лет назад никто бы и не поверил, что компания, основанная, как многим казалось, на голом советском ещё энтузиазме, станет ведущим независимым производителем газа в России и войдёт в десятку мировых лидеров по доказанным запасам. У меня такая дежурная фраза, я её много раз повторял, там уединились двое нищих строителей с геологами и как-то вместе выжили. Мы едем на Восточку, первое из новотековских месторождений, а за окном бушует месяц март. Нормальная такая ямальская весна, минус 30. Сейчас посреди этой тундры, сидя в тёплой машине и точно зная, куда приедешь, можно с улыбкой вспоминать, с чего всё начиналось. Но тогда, в 90-е, было совсем не смешно. Самыми крайними на Крайнем Севере в этот момент оказались геологи. Без госзаказов, на разведку, без денег. Поначалу они старались реагировать на новые реалии нордически, как и положено северянам. Здешних геологов вообще сложно напугать. Жить в промёрзшей времянке, мыться в проруби, пить растопленный лёд, есть, что придётся, когда нелётная погода и вертолёт не доставил еду. Все месторождения Ямала начинались именно так. Но чем дальше, тем отчётливее люди понимали. Героическое прошлое в прошлом, будущего, похоже, нет, и нужно не ждать, что прилетит вертолёт. Мы тогда не понимали, куда мы идём, мы двигались. Просто мы понимали, что, в принципе, вряд ли нам кто-то поможет. Помочь и помогали нам наши коллеги-добычники, нефтяники, газовики. Они понимали, в общем-то, мы благодарны очень этим людям, кто возглавлял Пурнефтегаз, Адеев Виктор Гаврёнович, Сургут возглавлял Пушкин тогда, а потом Астафету подхватил уважением Юрия Ивановича. Галькович Михаил Иосифович, Ноябрьский нефтегаз, значит, кому мы первым обратились за помощью, и, в принципе, мы никогда не занимались промышленной добычей. Ну и нужно сказать, что и министерство, тогда был первым замминистром Салманов, мы тогда первое получили в Советском Союзе, право добывать и торговать нефтью на экспертах. Вот далеко, говорю, не все использовали эти возможности, но Пурнефтегазгеология тогда выступила с этим предложением, мы ее в комитете у себя в Москве поддержали, я несколько раз выезжал в Таркасале, мы на месте смотрели, все возможности советовались, и вот тогда Иосиф вводит первую нефтеперерабатывающую, он конденсатом перерабатывал установочку небольшую, с тысяч на сорок в год, тонн, и с этого началось все, в общем-то. Но лицензии геологам выдавались только на те месторождения, которые считались бесперспективными, то есть не представляли интереса для крупных нефтегазодобывающих компаний. Восточно-Таркасалинская как раз из таких. Если в стакан налить воду, а сверху немножко там молочка, да, чтобы они не перемешались, немножко-немножко, и вот надо так через струночку попробовать у нас все молочко выпить, и не глотнуть водички. То есть это небольшая мощность, большая площадь, и наличие активной воды отпугивало. Другие компании от того, чтобы разрабатывать этот сложный актив. В том же состоянии, не понимая, как жить и что делать, в Поволжье оказались строители Треста Куйбышев-Трубопровод-Строй. Его уже возглавляет Леонид Михельсон, сменивший на этом посту своего отца. Хотя он и не планировал. Когда школу заканчивал, я вообще думал, как бы хорошо пожить. А что тогда, по-вашему, было хорошо пожить? Что пожить? Я в школе относительно профессионально занимался волейболом. Думал об этом. Как все в детстве в школе, мечтал быть космонавтом. Точно так же, как все, Гагариной. Мы дружили, в одном классе вместе учили, и решили поступать в Летное Качинское училище. И я не прошел по здоровью. Цвет аномал, вроде и не дальтоник, но что-то близко к этому. Да, да, Качинское истребительное на перехватчиков. Не прошел по здоровью, поступил в строительный. В 90-е такие тресты уже лопались один за другим по всей стране. Госзаказов нет, а законы свободного рынка все равно, что полет на Луну. Я человек советской системы. И мне казалось, что творят что-то ужасное. Период, допустим, где-то, наверное, 89-90-го. Но осознание того, что в своей компании, что надо менять, оно наступило буквально в 90-91-е. Куйбышев, трубопроводстрой, наладан дышит. И почти 3000 человек вот-вот окажутся без работы. В августе 91-го грянул путь. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Именно в эти дни, когда всё, от Лебединого озера по телевизору до танков на московских улицах, так пугающе ново, и появилось ново. Только так, путём акционирования, можно было спасти тонущий Куйбышев трубопроводстрой вместе с коллективом. Всё здесь начиналось новотек. В принципе, да. Примерно так было, такой евро-ремонт в стиле 90-х? Да, да, это было в то время очень шикарно. И вот оно ничего не изменилось. Не изменился даже личный секретарь. Как была Татьяна Ивановна, так и осталась. Правда, что секретарь сегодня работает уже? Нет, секретарь, это не правда, что со мной работает. Она ещё с отцом работала. Я начинала с этой зима. Серьёзно? Да. С 85-го года. А с 87-го Сленд Викторовича? Ну, в основном, мы работали с двумя Леонидами, с Михельсоном и Симановским. Симановский вёл у них вопрос, был замом по экономике. Ребята очень быстро схватывали. Конечно, много было не очень понятно. А как? А что? А какой устав должен быть? Какие показатели? И тем не менее, после так долгих разговоров, мы у них проводили мероприятие в Москве несколько раз. И было принято такое решение создать народное предприятие под названием «НОВА». Правда, что акционирование происходило первоначально на деньги от вашего «Жигуля». Ну, это на самом деле правильно. Когда все уже документы были готовы, необходимые в то время в администрацию я подошёл, давайте зарегистрироваться и как раз идёт путь. Они говорят, может быть, подождём, пока закончится. Я говорю, давайте, что ждать. По-моему, разрешено было руководству не более 15% акций приобретать. И на самом деле я очень хотел как можно большую долю хотя бы, сколько мне разрешено купить своей компании, я продал «Жигуленок» А что за «Жигуленок»? накрыл «Девятка» вишнёвого цвета красивая была. 1994-й. Советский Союз уже три года как официально не существует. Россия глобально разоружается, присоединяется к НАТОвской программе «Партнёрство во имя мира». Но вот внутри страны настоящая гонка вооружений. Вооружаются Чечня и российские бизнесмены. На фоне бессилия силовых структур бизнес погружается в кровавые разборки. В 1994-м заказать человека дешевле, чем нанять адвоката. На фоне бесконечных криминальных разборок бесперспективное месторождение на Ямале как заповедная зона. Никто не стреляет. Оно и понятно. А кому захочется возиться с геологами-бессеребрянниками в тундре посреди вечной мерзлоты, да ещё там, куда даже дороги с твёрдым покрытием не проложено. В общем, казалось бы, богом зовут Икрай. В 1994-м создаётся акционерное общество Таркас-Але Нефтегаз. В числе акционеров Пурнефтегаз Геология, как первооткрыватель, Газпромовская дочка Сургут Газпром, без неё о доступе к трубе можно забыть, и Нова, как главный строитель. Сейчас эта территория размером с город и один из самых мощных по объёмам добычи активов Новотек. 117 газовых и 73 нефтяные скважины. Песня о неместорождении. Когда при слове нова ты задираешь нос и не скрываешь интерес, как Индиана Джонс. Когда к нам обращаются, то сразу замечают, что Новотек как папа, а папу уважают. Тогда мы сочиняем мечты. Миллионы шансов, что скоро будет всё сбываться. Мы Новотековцы. Есть миллионы шансов, с которыми можно потягаться. Этот клип сняли на Восточке, когда термин «бесперспективное месторождение» звучал уже абсурдно. Но пионерам Восточки 20 лет назад гораздо ближе были песни в другой тональности. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брал. Когда я приехал в Таркасале, это вот у меня прямо отложилось очень хорошо в памяти. Это мы с Игорем Юрьевичем Леонтьевым сидим в абсолютно пустом бараке, я бы сказал, который назывался «Пишите» на 54 койко-место. Бывшая контора уже к тому времени почившей Южно-Таркасалинской экспедиции. Ветер гуляет по коридорам, носят какие-то остатки бумажки. Мы в единственном кабинете, в котором есть обогреватель и есть тепло. Сидим и рассуждаем с ним, что с Восточки мы будем добывать 15 миллиардов км. кубометров газа. Мы, конечно, совсем не представляем, что такое 15 миллиардов кубометров газа в год. Как его добывать? Без денег и дорог, на ходу освоив профессию нефтянников, на будущем нефтепромысле забили первые колышки. Геологи надеялись, что продажи нефти позволят им развивать месторождение. Тогда по закону позволялся стопроцентный экспорт. Тяжелейшая ситуация. Поэтому, когда мы начали каким-то образом добывать эту нефть, пусть она была небольших количеств, стали получать за это деньги, это было отдушено, и мы понимали, что только конечная продукция, которую можно реализовывать, она спасет нас. Но денег категорически не хватало. Конечно, одним из выходов были кредиты, но под 250% годовых, а то и больше. Для молодой компании, которая и на зарплата еле наскребает немыслимая ставка. Были времена, как вы сказали, 90-е годы, когда было очень сложно, не выплачивала заработная плата. Я вам скажу, а это было год до два, наверное. Насколько я вспоминаю, по-моему, не уволился ни один человек. То есть настолько была сплоченная команда, и она практически, вот этот дух, он и по сей день остается. В это время строители из Новой занимаются, если повезет с заказом, чем должны, строительством, и еще бог знает чем, вплоть до разведения песцов. Строители прекрасно понимают, им нужно строить Ноев ковчег для самих себя. Они приехали к нам и в принципе узнали, что мы хотим строить нефтепровод до Восточки, да, и в принципе дали наиболее интересное предложение, да, и единственный вопрос, который мы сказали, нам расплачиваться нечем. У нас есть желание построить, у нас там есть 3 миллиона долларов, нам нужно построить 140 миллионов 140 километров трубы, вот больше у нас ничего нет, вот если вы будете строить, то давайте строить на тех условиях, что нам нужно построить трубу, потом будем думать как расплачиваться. В том же 94-м, когда выяснится, что поиск денег на выполнение работ это отдельная работа, будет создан новофининвест, по сути прародитель нынешнего новотека. Вскоре на Восточке запустили уже 5 эксплуатационных скважин, которые давали около 120 кубометров сырой нефти, но вопрос, как ее вывозить, оставался открытым, ведь до ближайшей насосной станции в Пурпе 140 километров. Зимой автотранспортом вывозили по зимнику, летом подгоняли баржи, возили на НПС Пурпе, задавали там эту нефть. Потом был сделан первый проект комплексного сборного пункта. Перед новой компанией и подрядчиками, строителями из НОВЫ, стояла задача, кажется, невыполнимая. По срокам нефтепровод, как это обычно бывает, необходим еще вчера, а прокладывать его нужно в условиях вечной мерзлоты. Вечная мерзлота, а она здесь повсюду, означает, что температура километрового слоя земли не поднималась выше нуля в течение двух-трех тысяч лет. И вот, когда стали прокладывать нефтепровод, сразу стали ломаться экскаваторы. Оказалось, что под мерзлотой есть еще вода, и роторы моментально покрывались ледяным панцирем. А у нас всегда сложности. Тогда были сложности, да, тяжело доехать, технику не доставишь, трейлеров нет, дорогу заметет, пока расчистят. Потом водный транспорт, тоже тяжело. Помню, Ордека мы тащили, мы, наверное, месяц перетаскивали этот кран, гусеничный. 28 июля 95-го на Восточке начинается закачка нефти в трубу. Но это не повод расслабиться. Здешняя нефть считается трудноизвлекаемой из-за низкой проницаемости пластов, проще говоря, твердости. И для того, чтобы ее достать, пласт нужно растрескать. По-научному это называется гидроразрыв. До Новотека эту технологию на Русском Севере еще никто не применял. Специально для проведения сложной операции на Восточно-Туркосалинское месторождение пригласили французскую компанию Шлюмберже. Сложно было понять, что какая-то там компания небольшая вдруг их приглашает на гидроразрыв. И сам объект был сложный. Глубина, 300, давление высокие. В общем, долго торговались. На крест, когда они решились, началась весна. Шлюмберже доблестно подъехал к реке и увидев, что лед вроде бы стоит, но по нему бежит вода. Бедр глубиной. Конечно, они отказались, и мы долго переговаривали с Техасом. И они не могли понять, а что ж хотят-то в эти русские бешеные. Везде жара, лед, лед, и пьеды. пришлось снять водителей шлюмберже, посадить своих, и они переехали и сделали гидроразрыв первый. После первых гидроразрывов подопытная 139-я скважина вместо привычных 10 тонн нефти выдала 70. С тех пор технологию гидроразрывов применяют на всех месторождениях Новотека, если это требуется. Гидроразрыв по аналогии со взрывом звучит, конечно, пугающе, но на самом деле я вот здесь не чувствую никаких вибраций, хотя это происходит прямо здесь и сейчас на глубине трех километров. Делается все так. В породу загоняется смесь из пропанта, это такой с виду серый песок, но с высокой механической прочностью, и раствор гуаровой смолы. Гуара – растение родом из Индии. В общем, получается, здесь полуостров Ямал, а там на глубине трех километров практически полуостров Индостан. Еще через год в 96-м Таркас-Олене Эфтегаз вновь подтвердит статус пионера новых технологий, пробурив первую на севере горизонтальную скважину на нефть. Первые победы Таркас-Олене Эфтегаза происходят на фоне обвала нефтяных котировок на мировом рынке. Нефть тогда упала до 8 долларов за баррель. Для молодой компании, которая живет только за счет собственной нефти, это настоящая катастрофа. Кредиты дают неохотно, да и отдавать их нечем. Это сейчас зарплата на Восточке выдается минута в минуту. А тогда зарплаты не платили по полгода, просто нечем было. Продукты и одежду людям выдавали под запись со складов Сургут-Газпрома. Экономическая ситуация в стране усугублялась. Уже в 97-м руководство Новофининвеста понимало, что все заверения правительства и Центробанка о твердости рубля и стабильности экономики это лишь слова. Крах наступил в августе 98-го. Для рядовых россиян шок. В одно прекрасное утро они проснулись, вышли на улицу и обнаружили, что все товары на прилавках подорожали вчетверо. О банкротстве объявляют практически все ведущие частные банки страны. Таркас Оленьев-Тегаз не может получить деньги за свою августовскую нефть аж до декабря. Они пропали в инкомбанке. В то время многие потеряли насколько я знаю большие деньги. А так как у нас не было их, ничего не потеряли. Тот кризис мы пережили очень легко. В ситуации, когда предприятия сворачивают производство или просто закрываются, а в стране опять массовые сокращения, компания принимает решение, которое многим кажется абсурдным развивать газовый промысел. С 98-го года он прошел все ступени карьерной лестницы. От галерки в этом актовом зале, где сидел на собраниях простым слесарем, до президиума, где обычно сидит теперь, будучи уже замом начальника цеха добычи газа. Здесь, между своим прошлым и настоящим, Андрей Иванов оказывается по особым случаям. Вот как сейчас, интервью, или когда в президиуме очень важные гости. А таких на первом газовом промысле Восточки было немало. Достопримечательность нашего цеха, можно так сказать. Ну, конечно, это были далекие времена, да, открытия всего нашего КПГ. Ну и вот были у нас такие вот великие люди, которые сидели вот на простых обыкновенных стульях, которые доносили суть нашего производства. Нефть позволяла компании выживать, но не развиваться. Единственная надежда на разработку газового промысла и продажи газа. Но торговать газом в то время имели право только три газпромовские дочки. И Террас, и Бур, и Межрегионгаз. И другого выбора, кроме как пожениться на одной из них, просто не было. Мы общались со всеми, и наиболее лучшие контакты нашли вот именно с Этерой, с Игорем Макаровым, и договорились о том, что они войдут в наш капитал, помогут с финансированием. У нас не было финансовых никаких возможностей. Газовая часть на Восточке оказалась не легче нефтяной. Газ как бы размазан в рыхлом синаманском пласте. Было ясно, что для эффективной добычи нужна сложная, практически ювелирная операция. Пур-геофизика спроектировала геологическую модель синаманской залежи. Сейчас Тюменский научно-технический центр Новотека создает такие сотнями и в 3D с точностью до миллиметра. Это кусок южно-тамбийского месторождения, где значит как раз вы видите насыщение этих пластов. Синенькая значит здесь водонасыщенная пласта, а вот то, что зеленая, желтая, красная это разное насыщение углеводородами. Год назад примерно столько уходит на создание 3D-модели, это месторождение тоже звучало, причем в прямом смысле, но разобрать его звуки могли только сотрудники научно-технического центра. На самом деле это акустический сигнал, который получается за счет отражения от двух разных средств, и например, если у нас есть, мягко говоря, глина и песчаник, то в этом месте как раз получается у нас разнополярные сигналы, то есть положительные и отрицательные. Главная задача сотрудников НТЦ расшифровать, о чем поется в этой песне подземелье, и на основе звуковой дорожки создаются 3D-модели с рекомендациями по разработке месторождения. В 98-м на Таркасалинском месторождении все расчеты проводились, что называется, на коленке. На основе обычных карт и аналитических формул с более высокой степенью погрешности. Несладко пришлось и строителям газопровода. Его тянули зимой к магистрали Уренгой-Челябинск по болотам и поймам рек. Дважды затонул экскаватор Липхер, оба раза правда его удалось вытащить и отремонтировать, и один бульдозер, его пришлось разобрать на запчасти. Одновременно на промысле строилась установка предварительной подготовки газа. Тогда всего был один цех сепарации, первый цех, и работала 21 скважина. Здесь можно посмотреть. Вот было у нас два сепаратора, все было вручную, еще автоматики почти не было, пластовую воду сливали руками, были большие давления, перепад, очень шумно было в цеху. Теперь шумно только снаружи. Выйдешь на улицу по виду промысел, а по звуку аэродром. Сзади меня установлены газоперекачивающие агрегаты, приводом которого служит как раз авиационный двигатель. Реактивный двигатель? Реактивный двигатель. Зато в цехах блаженная тишина. Это первый признак того, что на промысле все в порядке. Первый газовый факел зажегся здесь, на 12-м кусте, в 13-40 по тюменскому времени 1-го декабря. Для всех, кто здесь работал, это было больше, чем олимпийский огонь. Старкос Оленьевтегаз стал первым независимым производителем газа в России. Это был декабрь 98-го года. Созвали гостей, был губернатор, для нас было громадное событие, всем было очень радостно. Мы подготовили шампанское, но было минус 43, шампанское замерзало, но мы с удовольствием пили водку. С того самого дня в Новотеке два неписанных правила. В год запускать по новому промыслу и, вопреки всем канонам, угощать гостей водкой. Шампанское здесь моментально превращается в леденец, а месторождение продолжает жить и в наше время. Начиналось предприятие Тарксове нефтегаз, это нефтяной промысел. Ну, хотя бы тот показатель, что за год мы почти в два с половиной раза увеличили добычу, суточную добычу нефти, это говорит о том, что предприятие развивается. Мы надеемся, что рост и численный, и в первую очередь профессиональный нашей компании будет за счет вас, что вы будете приходить к нам, будете работать. Хотя, еще раз подчеркиваю, я все время это говорил, никакой обязаловки нет. Обязаловки, может, и нет, но Леонид Михельсон прекрасно знает, каждый из сидящих напротив только и мечтает, как бы однажды оказаться в его кресле, ну или в соседних, заменив нынешних руководителей Новотек, и это хорошо. Я хочу, чтобы мой рост, карьерный рост, он все-таки дошел до руководства, я хочу находиться в, естественно, в высших должностях компании Новотек, безусловно. Недетские амбиции отличительная черта всех студентов, которые учатся по программе Новотек ВУЗ. Она работает 6 лет, и для Новотека это тоже своего рода месторождение кадровое. При поддержке Новотек талантливые абитуриенты поступают в Петербургский горный институт, Московский университет Губкина, в другие вузы страны, получают персональную стипендию от компании, проходят практику, им оплачивают поездки домой на каникулы, а по окончании учебы распределяют на предприятия семьи Новотек. Но все эти бонусы надо заслужить еще в школе. Эта школа в Таркасале самая обычная. Дети особенные, одаренные, а других в Новотековскую программу, она так и называется, одаренные дети, просто не берут. В классах максимум 20 человек и ни одного случайного. Попасть в такой класс все равно, чтобы пробиться в олимпийскую сборную. Они не все выдерживают вот этот класс, этот темп обучения и нагрузки. Ну, наверное, самые профильные предметы, которые очень сложные. Но класс пока имеет авторитет. Дети идут со всех школ. Попав в этот особенный класс ученик Слава Полунин начал показывать чудеса почти как его звездный тезка. Правда, в учебе. Полистаешь его портфолио, такие есть у всех одноклассников, и удивишься, грамот у него больше, чем прожитых лет. Я никогда не думал, что я какой-то одаренный ученик и что чего-то такого серьезного добьюсь. Как только я попал туда, я понял, что я не самый худший. Родители стали больше мной гордиться. Одноклассница Славы не просто одаренная, она необычная. Обычно доедут из маленьких поселков в большие города, а она наоборот. Услышав о программе «Одаренные дети», приехала в Таркасале из Омска, одна, без родителей, в свои 15 лет точно знает, чего хочет, закончить горный институт в Питере и стать успешным человеком. Причем может четко описать, как этот успешный человек выглядит. Он должен быть уверен в себе. Это человек уверенный, он идет уверенной походкой, он как-то деликатно, сильно одет, то есть ничего лишнего, он деловой, идет именно по какой-то цели, и эта цель видна в глазах. Леонида Михельсона видела? Да. Соответствует он этим представленным успешным человеком? Да, вполне. А вы в этой школе учились? Да, вот 10 лет. 10 лет учился в этой школе, жил недалеко Прокупой, а здесь 200 метров вниз, дома. Вы, конечно, были отличниками? Никогда. Серьезно? До четвертого класса, наверное, был отличником, потом просто хорошо учился. Именно здесь, в Новокуйбышевской школе, началась обкатка программы. Многие одаренные дети первого призыва окончили столичные вузы и сейчас работают в Новотеке. Ну да, большинство устроены, знаю, и очень тесно общаюсь. Класс получился у нас очень дружный, соответственно, даже в Новотек, НТЦ работают люди, кто-то работает в Таркселе, нефтегазе. Со всеми общаемся, дружим, в гости заходим. Для маленького Таркасале, где кроме обычных школ и одного профучилища никогда ничего не было и молодежь всеми правдами-неправдами стремилась уехать, эти первые возвращенцы стали настоящей миграционной революцией. Так уж повелось, что все революционные и эволюционные процессы в Таркасале связаны с Новотеком. Общество, в котором я воспитывался, как-то привило это чувство отвечать за то, чем ты руководишь, где ты живешь. И на сегодня во всех местах, где мы компания работает, во всех районах мы имеем соглашение о нашем социальном участии в развитии региона не только с губернаторами, а и с районами. смотрим проблемы и чувствуем себя ответственно как можно не чувствовать. Громадный коллектив в Таркасале живет, лечится, дети там учатся, маленькие ходят в детсады. Мы обязаны участвовать в этом тоже. В 2001 эта трагедия потрясла весь мир. С башенами близнецами как будто рухнули последние иллюзии о том, что терроризм что-то локальное где-то на Ближнем Востоке или Кавказе. Одним из первых свои соболезнования американцам принес Владимир Путин. Он уже год как президент России и россияне связывают с ним надежды на то, что период шоковой терапии наконец закончился. В Новотеке, как и в стране в целом, начинается период интенсивного строительства. Сложно было придумать лучший символ для самого южного месторождения Новотеке. Правда, в этой клетке вся его южность и заканчивается. На улице такой крайний север, что выйти страшно, а они особо и не выходят. Нет, не потому, что Морозов боятся уж кто-кто, а сотрудники Ханчея к этому привычны. Просто надобности нет. Ханчейское месторождение полностью автоматизировано и централизованно управляется отсюда, с так называемого главного щита. Сюда являются глазами, можно сказать, нашего всего производства. Сюда вся информация с кустовых площадок, с цехов стекается, ну и происходит основное управление всем процессом технологическим. Похоже на центр управления полетами. Операторы, как авиадиспетчеры, на посту круглосуточно. Смена по 12 часов. Ханчейка абсолютно автономна. Люди заезжают сюда вахтами на месяц. Получается, что каждый из 153 ханчейцев полгода дома, полгода на промысле, а значит и промысел постепенно превращается в дом со своими традициями, отношениями, правилами и хобби. Люди здесь не только вот работают, они живут здесь половину жизни вахтовым методом определяют работу месяц на месяц. Поэтому получается, что как раз не только работаем, но здесь проводим свободное время. То есть это своеобразная семья. Домой к семьям они возвращаются не курящими, курить на территории нельзя, а в курилку не набегаешься, не пьющими, алкоголь строго запрещен, стройными, кроме как в тренажерку или спортзал мяч покидать пойти после работы некуда и начитанными по той же причине. Именно в силу начитанности, ну и личного опыта, конечно, здесь ненавидят расхожий киношный образ сорящего деньгами недалекого буровика. Сколько? Сто. Золотые. Дорого? Берем. Очень неприглядный, скажем так, стереотип. Это человек, который там с пачкой денег разбрасывает, смотрит, само там недалекого ума и категорически смотрит, с этим не согласен. В 2003-м в компании своего рода внутренняя революция. Новотек, собственно, становится новотеком. До этого всеми финансами и производственными активами занимался новофининвест в тандеме с Этерой. Но еще в 2002-м внутри этого альянса назрели непреодолимые разногласия. Все-таки они очень хорошие трейдеры, коммерческие службы у них, да и сейчас, и тогда была очень хорошая. Мы все-таки строители-геологи, и мы видели, что максимально сколько кредитного ресурса, я уж не говорю имеющихся денег, надо направлять на обустройство, на покупку новых активов. У них были другие чуть-чуть видения, другие отношения к бюджетам, и как-то идеология не сошлась. Развод с Этерой прошел бескровно и взаимовыгодно. Переупаковали активы, разошлись, новой компании оставалось лишь определиться с названием. И это оказалось не так-то просто, ведь как вы лодку назовете... Тендер на лучшее название объявили среди своих же сотрудников, им в помощь составили список рекомендаций. Вот он. Росгаз и Росгаз, Экотек, Тарко, Интергаз и Таркоил, Росэнерджи, каких только названий не было. Но первым в списке шел Новотек. За него и проголосовали члены правления. В этом году уже под новым именем Новотек запускает новое месторождение, одно из уникальнейших в стране. Вот, молодец! Ее месторождение Юрхаровское месторождение. Девять лет назад маму Олеси привезли в Юрхарово прямо из заснеженного чума. Больше было некуда. Единственный медпункт на сотни километров в округе как раз на промысле. Пока Олеся с трудом выводит буквы на песке, к ней в гости едет та самая фельдшер, что принимала роды. В честь нее девочку тоже назвали Олеся. Традиция у ненцев такая. Сначала, правда, хотели дать дочке имя главного врача, но его звали Геннадий Анатольевич. О, здравствуйте. Ну-ка, дайте-ка я попробую угадать, где Олеська. Галина, привет, сто лет я тебя не видела. Это она? Да. Блин, ну такая красотка. Ты меня узнала? Такая красавица стала вообще. И сережки у нее, и бантики. Для юрхаров нефтегаза Олеся теперь, что называется, дочь полка. Ой, какие все нарядные девчонки. И у них и велосипеды здесь есть. У тебя есть велосипед? А почему ты в Новотек не позвонила до сих пор? Непорядок, надо звонить и заказывать велосипед себе. Мы даже цвета подбирали таким образом, чтобы каким-то образом вот эти белые цвета, ну, желтые цвета, это чтобы вот не раздражало немцев. Площадка, она вся заставлена. Александр Кудрин, хоть и в Тюмени, возглавляет научно-технический центр Новотек, но этот фотоэконостас на стене не оставляет сомнений. Сердцем он в Юрхарово. Александр Александрович возглавлял Юрхаров нефтегаз с момента основания. Все это строилось на его глазах. Вот этот объект немцы очень любят. Почему? Потому что это даже хорошо, когда метель, когда, допустим, плохо видно, они его всегда найдут, потому что здесь им окажут и медицинскую помощь, здесь их накормят, они могут купить продукты. Таких вахтово-жилых комплексов, как в Юрхарово, нет больше нигде. Здесь очень любят рассказывать историю о том, как сюда приезжал Владимир Путин. Обойдя здание, от жилых комнат до спортзала спросил, вам здесь еще и деньги платят? В самом Юрхарово экскурсию продолжит Людмила Борисовна, хозяйка и звезда ВЖК. А что мы не в спортивном зале до сих пор? У нас несколько бильярдных комнат и целая толпа бильярдистов, раздевалки, душевые. Надеюсь, здесь нет голых мальчиков? Есть голые мальчики, там оказались голые мальчики, как приятно. А здесь у нас зал кардиотренажера. За своим кардио следят в основном женщины. Мужчина-то интересует мало. Как ты хорошо смотришься, Оксана? Вот это наш бассейн. Заходите. У нас форсунки для массажа. Вот кто-то массажирует себе ягодицы. Я вижу, да? А между прочим, у нас здесь Путин играл вот за этим столом. Честное слово. Здесь играл Путин с Михельсоном. И Путин, конечно, выиграл. Ну, потому что Михельсон поддался. Этот промысел, впрочем, как и все остальные, вырос посреди большого нигде. Здесь уже Заполярье, а до Северного полюса ближе, чем до иных городов. Месторождение здесь сложное. Газовые конденсатные залежи находятся в 6 километрах от берега Тазовской губы, на глубине примерно 2 километров. Вода здесь пресная, но, по сути, это уже начало Карского моря. И эти буровые, если посмотреть на них в разрезе, очень напоминают морские платформы. С той лишь разницей, что стоят на берегу и трубы лучиками расходятся по месторождению. Бурить пришлось прямо под Тазовскую губу. До Новотека в Заполярье никто ничего подобного не делал. Нам как бы природа подарила 5-10 процентов суши, откуда мы можем начинать разбуривать и разрабатывать месторождение. Плюс ко всему здесь заповедник. Это значит, что буровики не имеют права мешать природе, а вот природа им сколько угодно. Это до губы 250 метров водоохранная зона, куда мы не имеем права как говорится заходить отсыпкой. И здесь во время половодия поднимается вода до 5 метров. Это от уровня земли. Поэтому нам отсыпки приходится строить на высоту 7 метров с откосами с определенными. По количеству всего уникального Юрхарова, пожалуй, лидер в семье Новотек. Юрхаровцы этим так гордятся, что любой, даже самый непонятный и скучный для обывателя технологический процесс готовы объяснить поэтично. Вот, например, цех по производству вечной мерзлоты. Шутка, конечно. Но здесь и правда ледники, даже когда снаружи лето. Это установка деэтонизации, проще говоря, подготовки газа и конденсата к транспортировке. Ну, вот это наледь, это наглядный показатель низкотемпературной сепарации газа. То есть газ охлаждается до температуры минус 30 градусов. На технологических турбопроводах, на задвижках образовывается такая анализ. На выходе получается сухой газ. На случай утечки здесь вот такие датчики загазованности. Они как бы нюхают воздух. На самом деле природный газ человеческим обонянием его нельзя понюхать этот газ. Он не чувствителен. А этот прибор, он нюхает этот газ и понимает, что произошла утечка, дает сигнал тревоги. Здесь местная гиена огненная. Внутри печей температура под 800 и бесконечный процесс синтеза метанола. Он необходим для предотвращения гидратообразования в скважинах и газосборных сетях. Две собственные метанольные установки, единственные в Заполярье, дают 52 тысячи тонн метанола в год. Если его покупать, то каждая тонна стоит 26 тысяч рублей, а собственной всего 6 тысяч. Здесь извлекают пользу из хлама, точнее шлама, что для экологии по сути одно и то же. Со стороны может и напоминает компьютерную игру, пульт управления как гигантский джойстик от приставки, но вот так играючи здесь ежедневно перерабатывают тонны отходов бурения. Ну, скажем так, мы за смену 20 тонн можем переработать, а работаем круглосуточно. Так что, можете посчитать, примерно на год прикинуть, сколько это выходит. Ну, много. Чтобы уменьшить вложение в строительство конденсатопровода, компания отказалась от строительства дорогостоящей лэп вдоль всей трассы. солнечные батареи. Здесь, за полярным кругом, где солнце днем с огнем, это звучало дико, но заработало. Солнечные панели и ветрогенераторы вырабатывают электроэнергию для обслуживания систем телемеханики и крановых узлов конденсатопровода. Скептики, конечно, они всегда есть. Если что-то новое применяется, то всегда как за есть, так и против. Ну, мы отстаивали свою позицию, свою точку зрения и показали, что это возможно, в принципе, сделать. Да, сложности в том, что непонятно, как будут вести себя на самом деле эти солнечные батареи, потому что хватит ли солнца, освещенности, не хватит. Но все было посчитано, все было сначала опробировано, и в итоге внедрено благополучно работать и выполнять свои функции. Пошел! Пошел! Пуровский ЗПК. Внешне он как дань советской гигантомании, занимает территорию в 250 футбольных полей, но строился в не по-советски короткие сроки. Отсыпка площадок началась осенью 2003-го и уже через два года завод заработал. Просто он был необходим, как воздух. Добыча наватековского конденсата уже настолько выросла, что сургутский завод «Газпрома» просто не успевал его перерабатывать. Впереди были еще новые очереди Юрхаровой, новые месторождения. Газоконденсатное направление давало реальную возможность расширять экспорт продукции более высокого передела. И выход был один – строить свое. Здесь газоконденсат с новатековских месторождений перерабатывается в СУК. Сжиженные углеводородные газы, пропан-бутановую смесь и стабильный газоконденсат. Они спорят, как лучше объяснить обывателю те сложные технологические процессы, которые здесь происходят. Сравнить это с самогонным аппаратом язык не поворачивается. Суть та же, но по отношению к такому грандиозному производству звучит как-то даже оскорбительно. Сравнить с кипящим чайником примитивно. Пуровский ЗПК замкнул на себе производственную цепочку новатека от добычи до переработки. Одним из первых объектов стал вот этот склад сжиженного углеводородного газа. 50 цилиндрических горизонтальных сосудов буллитов, по форме они и правда напоминают пули, объемом по 200 кубометров каждый. Затем завершили строительство склада стабильного конденсата. Шесть резервуаров объемом по 5000 кубометров и двух наливных эстакад. Вот они, похожи на ракеты. Сюда заливается готовый продукт. Затем его разливают в цистерны. Есть даже такая должность сливщик-наливщик. А вон те строительные краны вдалеке это третья очередь. Когда стройку закончат, территория завода достигнет 450 гектаров. То есть две очереди у нас мощность 5 миллионов тонн и это будет построено 6 миллионов тонн в год по переботке сырья. После ввода в эксплуатацию вот этой третьей очереди общая суммарная мощность завода по переботке сырья составит 11 миллионов тонн в год. И мы на тот момент будем являться самым крупным конденсатом перерабатывающим заводом в России. На территорию завода просто так не заедешь и дело не в какой-то там сверхсекретности. Первое, на что обращаешь внимание на этом заводе здесь нигде не пахнет газом, потому что все емкости и все трубопроводы герметичные за этим пристально следят. Но ясно, что производство здесь все равно опасное, поэтому вот аварийные комплекты наготове и производственная дисциплина строжайшая. Курение только в специально подготовленных помещениях за пьянство немедленное увольнение. Сюда пускают только автомобили с искрогасителями. Заезжаешь на территорию и понимаешь, это государство в государстве. Здесь свои правила дорожного движения, дорожные знаки, целый свод законов. О них рассказывают на обязательном для всех инструктаже по безопасности. Даже сотовые телефоны и те специальные. При обслуживании технологического оборудования персонал запрещается на территории таких установок пользоваться обычными сотовыми телефонами. Для этого персонал обеспечен сотовыми телефонами во взрывозащищенном исполнении. 21 апреля 2005 здесь получили первый продукт. 26 отгрузили первый вагон-цистерну сжиженного газа, а 7 мая стабильного конденсата. Отсюда по железной дороге первые грузы отправились под Мурманск к порту Витина. Это был не самый популярный перевалочный пункт. Во-первых, выход в Белое море всегда настораживает перевозчика. Во-вторых, Витина замерзает, то есть без ледоколов здесь делать нечего. Сложный во всех отношениях, на тот момент он оказался идеальным для Новотека. С этого момента на территории Ямало-Ненецкой автономии появилось еще одно Новотековское. Абсолютно самодостаточное с замкнутой транспортно-технологической цепочкой. Компания, которая начиналась с одного восточно-туркосолинского месторождения, сегодня занимает 35 лицензионных участков площадью в 47 тысяч квадратных километров от Ханчейского на юге до Северо-Обского на севере, от Ярудейского на западе до Термокарстового на востоке. Собственной артериальной системой газоконденсатопроводов они замкнуты на магистральную трубу и Пуровский ЗПК. Оттуда, как и было в начале, в порт Витино по железной дороге. Только сейчас между РЖД и Новотеком особое соглашение. А с Беломорской базой куда угодно. В 2005 первыми клиентами Новотека стали Кох и Эквистар, Месткле, Бас, Тоталь. Через год к ним присоединилась норвежская Статойл, финская в Фортум Корпорейшн и Би-Пи и многие другие крупнейшие мировые компании. В 2010 и 2012 к интернациональному списку присоединилась бразильская Браскем, которая в 2013 получила первую партию нафты из новой точки на карте Новотека порта Усть-Луга. Хотелось бы сказать громадное спасибо строителям. Все-таки они в очень короткие сроки построят прекрасный объект. Этот танкер отправится в Бразилию как только таможня даст добро. В очереди Китай, Корея. Строительство собственного порта на Балтике с базой по переработке конденсата с Пуровского завода принесло Новотеку не просто новых, а качественно новых клиентов. Если до этого нас покупали те, кто перерабатывает СГК, то сейчас будут другие потребители, которые будут из нафты, авиакеросина, дизельной фракции производить уже другие продукты, несколько отличные от того ряда, что был до этого. В июне была построена первая очередь на 3 миллиона тонн, а уже осенью вторая. Это значит, что каждые 5 дней от причала будет отходить такой вот танкер. И здесь, как обычно, не обошлось без новых технологий. Такое количество камер, потому что подобных терминалов, чтоб и морской порт, и производства, в России больше нет, ближайшие в Гамбурге. Сегодня вот эти достаточно серьезные инвестиции, которые мы проинвестировали в даунстрим, так называемый сектор экономики, я считаю, что это очень хороший сигнал. Почему? Потому что дальше будет конкуренция только развиваться на этом рынке, и мы более уверенно смотрим в то, что мы более стабильно обеспечим сбыт продукции, то есть давая возможность нашим производственным добычным структурам уверенно смотреть на новые провинции, развиваться и добывать как можно больше. Мы готовы к этому. 2008-й Олимпиада в Пекине, мировой финансовый кризис, обвал нефтяных котировок, российская Юрлс к концу года подешевела аж вдвое, безработица из-за очередных массовых сокращений. В самый разгар кризиса на общем собрании сотрудников Новотека Леонид Михельсон обещает, ни один человек не будет уволен из компании. Газпром тоже не мог реализовывать свой газ, заставлял нас сокращать добычу, до какого-то предела мы сократились, но как-то удалось тогда договориться с теми минимально потребителями, которые у нас были, договориться с Газпромом о том каком-то балансе сокращения нашим. Обещание ни одного уволенного было выполнено. На фоне ипотечного кризиса и неспособности большинства рядовых россиян платить по кредитам, компания даже начала выдавать своим сотрудникам беспроцентные займы на жилье. Несмотря на экономическую неопределенность и разговоры о том, что прогнила вся мировая финансовая модель, Новотек запускает вторую очередь на Пуровском заводе, а еще через год начинает проект Века, и вековым его считают не только новотековцы. Это не просто далеко, это очень-очень далеко. Сначала самолетом четыре часа на восток, потом примерно столько же вертолетом на север. Глядя в иллюминатор, понимаешь, край света это здесь. В остальной России сейчас июль, а тут никаких признаков лета, не говоря уже о цивилизации. Ямал-СПГ из имени ОАО, созданного под освоение южно-тамбейского месторождения, превратился в фигуру речи. Теперь так называют и план Тамбея, и проект завода по сжижению газа, и вообще все, что связано с транспортировкой. Для Новотека этот проект давно превратился из просто ресурсного в имиджевый, причем государственный важности. Новотеку надо расти, и Новотек уже крупная компания, смотрим за тенденциями развития вообще мировой газовой отрасли. Потребление газа в мире растет, небольшими темпами растет, и в основном это связано не с проблемами газа, а с проблемами мировой экономики, но большая часть этого роста это приходится как раз на рынке СПГ. И Россия должна занять свою долю на этом рынке. Грандиозно южно-тамбейское месторождение обещает 25 миллиардов кубометров газа в год и входит в двадцатку крупнейших в России. Но ведь это почти Арктика, далеко от всего. Как перевозить этот газ? Строить трубопровод немыслимо. Транспортом по зимнику, как говорено на восточке. Абсурдно. Вот так выглядит река Обь в начале июля. Как видите, только сходит лед. До Северного Ледовитого океана отсюда близко, около двухсот километров. Даже вода на вкус слегка соленая. Именно здесь минус с удаленностью месторождения отовсего, кроме моря, превратился в плюс, потому что Обская губа это фарватер для крупнотоннажных судов. Прямой выход в Северный Ледовитый. За этими громадными торосами они заползают на берег, когда Обь начинает вскрываться. Не видно, но река здесь по ширине как море. Фарватер для крупнотоннажных судов. Решение напрашивается само собой. Здесь земля, там Обская губа, тут небо, где мы находимся. В самом северном тяжелом для строительства порту. Погодные сложности это понятно. Взять те же торосы. Сейчас июля, а река только вскрывается. Летняя навигация максимум три месяца. За это время нужно успеть завести все, что нужно для строительства порта. Но куда более серьезные трудности пришли откуда не ждали. Из Бундесархива. В штабных документах времен Третьего Рейха этот район Обской Губы значится как Зейхунд-1. Выяснилось, что в 1943 немецкая подлодка Ю-639 разбросала здесь 24 донные мины, поставив жирный немецкий крест на крупно-тоннажном судоходстве. Специальный отряд кораблей два года выходил на обследование этих акваторий. Какие-то предметы похожие на миноподобные предметы были обнаружены, своевременно уничтожены и дано добро на выполнение всех необходимых работ прохода кораблей в этом районе. Одновременно пришлось озаботиться не только зачисткой дна от вражеских мин, но и вопросом подготовки полузабытого Северного морского пути к регулярному сообщению. 14 августа 2010-го из Мурманского порта в сопровождении двух ледоколов вышел танкер «Балтика» с сотни тысяч тонн новотековского конденсата на борту. Ледоколы доведут его до 180-го меридиана, а оттуда танкер самостоятельно двинется в Азию. У вас такой, что вы тоже отворачиваете за нами, потом танкер проходит, вы его пропускаете, он идет к якорному месту, потом вы и за ним вторыми становитесь по последнее. Старпом ледокола «Россия» на его борту находится Леонид Михельсон координирует действия с ледоколом «50 лет победы» и «Балтикой». Идти нужно осторожно, танкер здесь нечастые гости и маршрутные карты редактируются прямо во время экспедиции. Будет развитие полуострова «Ямал», там, где и у нас есть наше предприятие «Ямал-СПГ», владеющее месторождением «Южно-Тамбейским». Оттуда будет поставка углеводородов и было бы очень здорово, чтобы какое-то продолжительное время в году была возможность поставлять добываемые углеводороды и северным морским путем. Самый сложный и опасный отрезок пути от пролива Санникова здесь больше всего белых пятен и медведей. Эти места так и называются «Медвежьи острова». Буквально когда мы прошли с первым танкером Сергеем Франком, он на танкере, я на ледоколе, и уже в этот сезон уже первый норвежский слухогруз с рудой прошел вслед за нами. Увидели, что можно ходить и начали ходить. Большую часть года здесь все сковано льдом. Без ледоколов делать нечего. Это атомное сердце России. Мощности достаточно, чтобы пройти самое сложное ледовое поле. Мощность на винтах 75 тысяч лошадиных сил. Казалось бы, безумные затраты. Два атомных ледокола сопровождают один танкер. Но любые сомнения в эффективности Севморпути разбились об элементарную арифметику. Переход из Амплантического океана в Тихий произошел за 11 суток в режиме экспериментального рейса. Для сравнения, если бы Балтика начинала этот рейс от мыса желания или с Дровяного классическим южным маршрутом, то за эти 11 суток мы не дошли бы даже до Суэцкого канавы. Строительство порта Сабетта не прекращается ни днем, ни ночью. Хотя день и ночь здесь понятия относительные. Вот три часа пополудни, а это три часа ночи. Полярные сутки не единственное, к чему приходится привыкать. Эта буровая установка, она принципиально имеет новое решение, которое сегодня необходимо было решать из-за того, что мы работаем на Южно-Тамбельском месторождении, где по характеру оно характерно с тормовыми ветрами. Издали она смотрится как ракета на старте. Буровую установку «Арктика» разработали специально для Ямал-СПГ под особенности местной погоды, привыкнуть к которым сложнее, чем к полярному дню или ночи. Весь процесс идет в закрытом помещении, персонал всегда находится в тепле, не прекращая никаких работ. Это принципиально новое решение, оно, в принципе, было нацелено как раз именно на это. Вот и сейчас. Вроде не так уж и холодно, но постоишь на улице минут десять, и все, пробрало до костей. А внутри не дует даже тепло. Впрочем, прятаться здесь приходится не только от морозов и ветров. Это вот у нас овощохранилище, видите? Вот они идут. На этой стройке мишки чувствуют себя как дома. Оно и понятно, сюда ведь даже оленеводу не забредали. В 80-х, правда, на берегу Обской Губы поселилась небольшая геологическая экспедиция. От нее в наследство достались вот эти бамовские домики и клуб. Он так и называется, 72-я параллель. Но белые медведи как бродили, так и бродят. В конце концов, они тут полноправные хозяева. Для Селима-эль-Альбы все эти медведи, полярные ночи и ледники в разгар лета выглядят так же экзотично, как для всех остальных выглядит он сам, француз арабского происхождения на фоне здешних широт. Ямал-СПГ — грандиозное испытание для всех нас. Это первый такой проект в Арктике. Здесь сама природа испытывает нас. К тому же мы должны построить огромный производственный комплекс в кратчайшие сроки. Для Таталь это стратегически важный проект и сотрудничество с Новотек для нас сейчас на первом месте. Проект Ямал-СПГ вошел в госпрограмму освоения газовых месторождений Ямала, но без значительных инвестиций его не осилить и компания привлекает зарубежных партнеров. Первый в 2011-м к проекту присоединилась французская «Таталь» соглашение подписали при посредничестве Владимира Путина. Второй крупный иностранный союзник Новотека на Тамбее — китайская CNPC. Мощным толчком для развития будущего Ямала-СПГ становится и принятый в 2013-м закон о либерализации экспорта СПГ. Он позволил Новотеку начать проектное финансирование и дал возможность продавать сжиженный природный газ Южного Тамбе самостоятельно. Стратегически у компании Новотек здесь есть еще месторождение. Это имиджевый лидер. Это может быть плацдармом для транспортной инфраструктуры, поддерживающей инфраструктуры для освоения других проектов. Плюс, безусловно, это имидж, это может быть определенная кузница кадров, которая пройдет это и потом будет реализовывать на следующих проектах. 2012-й Новотек подписал долгосрочные контракты с членами ЭОН Смоленской, Сургутской, Шатурской и Явинской ГРЭС, потом с ММК. Затем о намерении покупать новотековский газ заявила Мосэнерго. Этот контракт стал самым крупным, речь идет о 120 миллиардах рублей. Плюс 15-летний контракт с энергетической компанией Фортум. По этому договору газ Новотека пойдет на Нягоньскую ГРЭС и Челябинские станции Фортума. Хотя с покупкой у Газпрома Межрегионгаз Челябинск Новотек и так закрывает весь Южный Урал от крупных производств до комфорки в каком-нибудь частном доме. Близнецы Леша и Владик Цейгер и оба полузащитники мини-футбольной команды Старт самые главные победы в своей жизни одержали благодаря Новотеку. Здесь чай медаль где мы играли. Это на Новотеке играли. Это дивизионный этап. Это финальный этап областного. До того, как Новотек основал в Челябинской области кубок имени себя, мини-футболистам, особенно юным, ожидать каких-то громких побед не приходилось. Челябинск и соседний Магнитогорск традиционно хоккейные города, а футбол, да еще и мини, всегда был на задворках. Собственно, именно поэтому и был сделан выбор в пользу мини-футбола. Причем мини-футбола не просто как таково профессионально, а именно детского для учащихся общеобразовательных школ. Сознательно отсекали спортсменов каких-то, спортивные школы. Цель была вовлечь массово детей, увезти их с улиц. Это дало свои результаты, в общем, так сказать. 28-го счетчик, да, вот с этого момента у вас идет расчет по счетчику. Показания на сегодняшний момент скажете? Итак, в наушниках с 8 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. В инновационном контакт-центре Новотек Челябинск работает великолепная шестерка. Сейчас, правда, двое в отпуске. Но даже таким усеченным составом они успевают обслуживать 840 тысяч абонентов со всей области. И вообще у нас в среднем получается за месяц около 5000 звонков. Самое большее это у нас было в июне месяце это 6 тысяч, больше 6 тысяч. В основном это пожилое население, которому доверяют исключительно только живому подговору. С 1 января 2012-го 100% потребителей Челябинска живут на Новотековском газе. Причем не только физические потребители. Этот регион один из промышленных гигантов. Магнитка, фортом, Мечел и мощные электростанции, без которых вся эта металлургия просто встанет и отголоски услышат во всей России. Взять хотя бы Мечел, с виду просто 100-метровые литые балки, но из них потом делают рельсы для скоростных сапсанов. До прихода Новотека здесь испытывали перманентный дефицит электроэнергии. В 90-е и начале 2000-х область испытала на себе все радости борьбы с неплательщиками. Но с приходом Новотека ситуация резко изменилась не только в смысле поставок, но и в плане отношений с клиентами. Мы имеем договоры ну понятно 100% в Челябинской области и несколько потребителей имеем в Оренбурге в Оренбургской области и в Республике Башкирия. Ну безусловно область не стоит на месте несмотря на присущие сейчас всей экономике наверное мировой такие непонятные тенденции там снижение ростов может быть согнаться еще что-то. В принципе область развивается то есть открываются какие-то там большие, средние, мелкие предприятия то есть развитие идет. Естественно они идут к нам поскольку опять же из опыта общения может быть уже с своими коллегами всем понятно что придя Новотек придя сюда дал потребителю более качественную услугу что ли. В том же 2012 Новотек прорубил точнее пробурил окно в Европу. Энергетический холдинг Energy Бадену Вертенберг крупнейший поставщик газа в Германии подписал 10-летний контракт на сумму 600 миллионов евро в год. Для Новотека это первый крупный контракт за рубежом. Сегодняшняя география Новотека это 6 часовых поясов от компании Overseas AG в Швейцарии до Челябинской и Ростовской областей на востоке и полуострова Ямал на севере. Такие персональные концерты только для Новотека. Юрий Башмет и его солисты Москвы устраивают раз в год. И это не просто в благодарность за то, что долгие годы компания поддерживает музыкантов. Это уже на уровне личных отношений. Главное, что есть в России это купола Кремля, русская водка и музыка Чайковского. и компания новотека, естественно. Такой же новотека с фондом Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» государственным русским музеем в Питере, музеями Московского Кремля и Третьяковской галереи. Это не газом единым давно превратилось в кредо. Компания, которая в начале пути так нуждалась в поддержке и мотивации, теперь сама готова мотивировать и собственных сотрудников в том числе. Ведь компания постоянно расширяется. В 2011-2012 приобрела лицензию на освоение геофизического и салмановского утреннего месторождений на Гыданском полуострове. Тогда же были выкуплены доли в компаниях «Арктикгаз», «Сибнефтегаз» и «Нордгаз». Для новотека это не только увеличение активов, но и сотни новобранцев в семье. Новички все как один говорят, «Новотек» нечто совсем новое и по стратегии, и по характеру, а значит надо подтягиваться. Я работал в «Арктикгазе», «Сибнефтегазе». Она так, разумеется, значительно отличается. Эта компания более динамичная, более мобильная и инвестиционные решения, технические решения принимаются значительно быстрее, чем в других местах и поэтому производственная программа двигается очень быстро. Ежегодная встреча руководства «Новотека» с дочерними компаниями впервые в новом формате в «Сколково». Здесь в игровой форме создается коллективный портрет управленческой команды. Из опроса 194 человек вырисовывается усредненный портрет руководителя. Человек 40 лет и моложе, с профильным высшим образованием, целеустремленный, первые деньги заработал до 16 лет, первую руководящую должность получил до 25 лет. Трудоголик работает в среднем 12 часов в сутки, чтение, кино, спорту. Руководителями в компании становятся люди, которые могут себя сделать, то, что называется, сам себя сделал, а второе, они проходят все этапы, все ступеньки в своей профессии, что позволяет им быть управленцами, что называется, с большой буквы. Обыватель спросит, при чем тут бизнес со стороны ведь это выглядит как ребячество, собрались сотрудники Новотека и рисуют. Но смысловая нагрузка куда серьезнее, чем кажется. В подобных тренингах рождается корпоративное единство. Задача не из легких, каждый рисует что-то свое, но так, чтобы в результате получилась общая картина, картина Новотека. Бизнес ведь тоже командный спорт. Болельщики московского Динамо может и не заметили, как в начале 2011-го на игровых свитерах их кумиров появился новый логотип. Конечно, спонсоры это одно, тренер и состав команды другое, но с приходом Новотека Динамо второй год подряд берет самый престижный трофей сезона Куба Гагарина. Для кого-то это покажется странным. Главы двух крупнейших газовых холдингов Михельсон и Миллер вместе на трибуне. Но дело не только в том, что спорт объединяет. Здесь, в Ложниках, они все еще болеют за разные команды. Михельсон за Динамо, Миллер за СКА, но вот за пределами стадиона играют уже за одну команду, за российский газ. Вообще все ваши мечты сбились? Я не знаю, что важнее, чтобы мечты сбывались или чтобы они были. Очень хорошо, чтобы они были мечты. У меня мечта, чтобы заработал этот проект, чтобы следующий за ним тут же моментально пошел следующий. Я очень хочу увидеть этот газовоз 170 тысяч тонн, который будет грузиться в порту Сабета. Съемки этого фильма всем нашим героям вне зависимости от статуса добавили массу неудобств. Просто потому, что все, без исключения, от управленца высшего звена до оператора котельной заняты. Всем некогда, все работают, кто днем, кто ночью. А обычно старики, такие, как я, это у них так и принято что они не спят ночью. А я вот уже девять с половиной годов в ночь хожу. Постоянно. Меня тут призвали доброе утро. Когда я встаю вечером, встану доброе утро. Все смеются, доброе утро поднялся. В многотысячной компании не найдется ни одного человека, которому нечем было бы заняться. Здесь с самого начала не было случайных людей. Не было ни одного лишнего. моря. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok